Всем привет! Новое видео на канале и сегодня мы поговорим о том, что и как будет соблюдаться в российском законодательстве насчет загрузки отечественного ПО на смартфоны Apple. И заодно поговорим о рынке БУ-смартфонов на примере iPhone 7. Кстати, самого востребованного и самого продаваемого iPhone за последние несколько лет, по крайней мере, на БУ-рынке. Давайте начинать. Поехали! Вот такой вот iPhone, самый на самом деле покупаемый и продаваемый телефон в Российской Федерации, по крайней мере, в северо-западном регионе, конкретно вот у нас в Карелии. Это iPhone 7, любая память. И, в принципе, сейчас можно взять этот телефон от 10 до 15 тысяч в зависимости от состояния. Ну а видео о том, что вот такие вот при настройке телефонов выскакивают сообщения, подборка российских приложений. Давайте с ними ознакомимся. Это Яндекс.Браузер, Яндекс.Алиса, Яндекс.Карты, Яндекс.Диск. С этим я полностью согласен. Почта Mail.ru. Та еще помоечка. Извините, ICQ. Да, ты шо? Что ты здесь делаешь? Аська здесь. Маруся, голосовой помощник. Согласен. Новости России и мира. Погода. Курсы валюты, в принципе, нормально. OKLive. Трансляция онлайн. Вконтакте нормально. OKLive. Без понятия, что это. Одноклассники. Такое себе. Но, наверное, для пожилых госуслуги все хорошо. Мой офис документов. Тоже, в принципе, согласен. В принципе, большей частью этих ПО я пользуюсь. И, в принципе, любой человек, у кого iPhone, не только iPhone, пользуется. И в этом плане, как бы, ну, никаких проблем, ничего навязчивого нет. Вы можете просто вот так вот сделать. И телефон настроится. Завершит настройку и не устанавливая ничего. Нету такого, как у Samsung. И поэтому здесь, мне кажется, компания Apple пошла, как всегда, очень хорошим путем. Сделала право выбора именно потребителя. Но при этом соблюла все нормы нашего руководительства. Собственно, про iPhone. Почему это самый продаваемый, самый покупаемый телефон? Ну, во-первых, этот телефон достаточно шустро работает. У многих до сих пор купленный в оригинале в свое время. Сколько-то лет назад, когда он только выходил, действительно, происходит замена АКБ. То есть, это такой момент, который, ну, как, я не знаю, замена масла в машине. То есть, действительно, по прошествии полутора-двух-трех лет надо менять АКБшку. Сейчас компания Apple, кстати, вроде как анонсировала, что позволит неавторизированным сервисным центрам ставить оригинальные запчасти в Российской Федерации. Это очень хорошая новость. Поэтому, я думаю, что ремонты станут добросовестнее, качественнее. И от этого потребитель только выиграет. Почему же еще iPhone 7 одна из самых популярных моделей? Ну, мне кажется, что до сих пор форм-фактор компактных устройств. То есть, да, 12 мини, соглашусь, компактное устройство. Но, согласитесь, не все готовы 60 плюс тысяч рублей платить здесь и сейчас, когда можно за 12-13 тысяч найти семерочку на 128 в оригинале, не вскрытую и так далее, на авито или в каком-нибудь магазине с гарантией тоже никаких проблем не будет. Поэтому это до сих пор устройство, которое пользуется популярностью. Оно быстрое, оно поддерживает последнюю версию iOS. Я думаю, что в этом году, после того, как презентуют iOS 15, тоже это будет происходить. Поэтому этот телефон еще будет даже в этом году поддерживаться, я более чем уверен. Семерка такая старая добрая классика, которая никогда не подведет, всегда будет с тобой, но при этом дает все преимущества использования экосистемы Apple. То есть, это полноценный смартфон с выходом в интернет. Можно пользоваться всем функционалом. Делает, кстати, в умелых, да и даже не в умелых, а как, очень годные фотки. Поэтому iPhone 7 в 2021 году, это действительно тот низ рынка, в который надо входить, если вы хотите приобрести себе смартфон от компании Apple. И если у вас нет денег на новое устройство, и в принципе, это абсолютно нормальная ситуация, если вы хотите себе телефончик и рассматриваете приобретение iPhone 7. Это действительно годный, хороший аппарат. Я пользовался «семеркой» несколько лет назад, и вот сейчас, держа в руке, у меня старые добрые воспоминания, такая некая ностальгия. Это действительно устройство, его можно даже носить уже просто без чехла, для того, чтобы, ну вот, действительно, вы ощущали всю прелесть, именно то, что хотела нам компания Apple подарить, всех этих эмоций и тому подобных ощущений. То есть, действительно классное. Ну, только смотрите, друзья, будьте аккуратны, приобретая товар на Авито или еще что-то. Пожалуйста, смотрите, чтобы телефончик не вскрывался. Если лучше всего, приходить на встречу с каким-нибудь Windows-компьютером, либо подключить его по-быстренькому 3U Tools и посмотреть, что там менялось, не менялось, в каком состоянии РКБшка. Ну, даже если у вас компьютера с собой нет, обязательно смотрите моменты по iCloud. Это очень важная вещь до сих пор. Даже сейчас, в 2021 году, люди покупают телефоны с чужим iCloud и потом, ну, если честно, жалуются. Жалуются на то, что я обновился и не знаю пароль от iCloud, которого я не знаю. Как-то так. Я крайне рекомендую к приобретению, к продаже, к покупке iPhone 7 в 2021 году. Поэтому вы за минимальный прайс, в принципе, очень сильно кайфанете. Спасибо за то, что посмотрели. Пишите в комментариях, про какой телефончик вам рассказать. На какой бюджет вообще вот вы, если хотели бы приобрести, приобретаете себе телефоны. Ну, мы сейчас будем разговаривать об iPhone, поэтому пишите, какой iPhone вам показать. Может быть, какой iPhone с каким iPhone сравнить по быстродействию. Я буду очень рад читать ваши комментарии. Ну, и совсем скоро увидимся. Если видео было полезно, поставь лайк. Если бесполезно, прям два из лайка бахни. И пиши Дональд Дак, если досмотрел до этого момента. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.